Всем привет! Подключить к одному компьютеру два монитора вполне реально. И что самое интересное, можно подключить и три, и четыре, и больше мониторов. Но в этом уроке я расскажу вам, как подключить второй монитор, затратив на это минимальное количество времени. В конце мы подведем итоги, и я расскажу, для каких целей очень удобно использовать два монитора, подключенные к одному компьютеру. Сначала всем новичкам нужно понять, как подключен первый монитор. Разверните свой монитор и осмотрите кабеля, которые к нему подключены. Обычно их два. Первый кабель это питание, а второй это VGA, HDMI или DVI интерфейс. Он как раз нам и нужен. Как мы видим, один конец кабеля подключен к монитору, а второй к системному блоку компьютера. Пример подключения первого монитора вы видите на своих экранах. Таким же образом, с помощью VGA, HDMI или DVI кабеля у вас подключен ваш монитор. Теперь мы знаем, как подключается монитор к компьютеру, а дальше я покажу, как похожим образом можно подключить второй монитор к этому же компьютеру. Итак, первым делом поставьте на стол второй монитор, и развернув его, осмотрите разъемы сзади. Кроме разъема питания, там будет еще один или несколько разъемов. Это может быть, как я уже сказал, VGA, HDMI или DVI порт. В моем случае это VGA, и он имеет вот следующий вид. DVI выглядит вот так, а HDMI вот так. В этот разъем нам нужно вставить соответствующий кабель. Он обычно идет в комплекте при покупке монитора. Отыщите этот кабель и вставьте любой его конец в разъем монитора. Второй его конец нужно подключить в системный блок компьютера рядом с первым кабелем, о котором мы уже поговорили в начале урока. Но если, допустим, у вас кабель VGA, а соответствующего разъема на системном блоке нету, или он просто занят первым монитором, то надо для подключения использовать специальный переходник. Я вот купил себе переходник с VGA на DVI и вставил в него кабель. Вы видите, как получилось. Теперь этот кабель с переходником мы вставляем в DVI порт на системном блоке. И вот таким образом все это получается. Хорошо, как подключить второй монитор мы разобрались. Теперь осталось его включить, чтобы он работал вместе с первым. Для этого мы будем использовать первый монитор. На рабочем столе нам нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Разрешение экрана». В открывшемся окне первым делом нажмите кнопку «Найти» и компьютер за пару секунд отыщет, определит второй монитор. Он отобразится рядом с первым, и нам останется в разделе «Несколько дисплеев» выбрать пункт «Расширить эти экраны». После сохранения изменений вы увидите два работающих монитора. Естественно, чтобы второй монитор заработал, нужно не забыть подключить его к розетке и включить его, нажав кнопку питания. То, что у меня в итоге получилось, вы сейчас видите на своих экранах. Признаюсь честно, когда я впервые подключил два монитора к своему компьютеру, то я был как ребенок рад. Сейчас расскажу почему. Дело в том, что до того, как я подключил второй монитор, я не знал, насколько это может быть удобно. Я вообще не знал, для каких целей применяют два монитора и как с ними работать. Сейчас я приведу несколько примеров, как можно работать с двумя мониторами на одном компьютере. Например, если вы любите за компьютером общаться, то можно на одном мониторе открыть браузер с социальной сетью, допустим, «Одноклассники», а на втором запустить в Skype или ВКонтакте. Если вы часто монтируете видео, то очень удобно разместить на одном мониторе монтажный стол и все нужные инструменты, а на второй переместить окно предпосмотра видео. Если вы работаете за компьютером, например, пишете статьи, то можно открыть Word и писать статью на первом мониторе, а на втором запустить какие-то там важные графики, ключевые слова или что-либо подобное. В общем, если вы решили подключить второй монитор к своему компьютеру, то, скорее всего, у вас уже есть свои идеи, как их можно применять. Обязательно пишите мне об этом в комментариях, будет интересно почитать. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, я детально изложил вам, как подключить два монитора к одному компьютеру. Если видео вам помогло, то не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если интересны уроки на компьютерную тематику. Пишите, какие видео вы еще хотели бы видеть на моем канале. Спасибо за просмотр. Всем пока!